Дмитрий Калдун 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 А сейчас растут преимущественно... У нас три соты картошки было. О, как здорово было. Ну да, но вы, наверное, не руками, наверное, конем собирали. Сколько надо было колорадских жуков убрать? Ты знаешь, что я тебе скажу? Бабушка моя, Царство Небесное, Руками? Руками и под лопатку говорила, только так можно убрать картошку. Вспоминая сейчас эту эпопею-то герой. Конем убирали, конем. Опахали. Так что все нормально, руки откуда надо. И слава богу. А вообще чем занимаешься в самоизоляции? Вот дома. Ну, видите, как я самоизолируюсь тут с вами. Нормально. Ну, это время, да. Мы же живы. Да, в общем, занимаюсь домашними делами, играю с детьми, занимаюсь музыкой. Ведь когда артист остается без выступлений, все-таки все равно творческий процесс не останавливается. Сижу за компьютером и пытаюсь делать какие-то аранжировки, демки, писать новые мелодии, стихи. Хотя, конечно, признаюсь, делать это непросто, потому что настроение тоже иногда меняется, иногда приходит уныние, какое-то беспокойство за то, что будет завтра. Но я пока нахожу в себе силы, чтобы это уныние сменять на какое-то позитивное настроение. Более позитивное, в принципе, это восприятие. Что может хорошее настроение поддержать? Чашечка кофе, чашечка чая, конфеты любимые, шоколадка, дети. Жена, верно, поддержать в настоящее время хорошее настроение может отсутствие телевизионных передач, в которых просто муссируют и повторяют, как заклинание это слово, коронавирус. Поэтому я телек не включаю, не смотрю, просто стараюсь держаться от других людей подальше. Ну, может быть, не ходить в гости, наверное, общаться с друзьями чаще, потому что мы забываем, что они у нас есть, и они тоже могут заболеть. Общаться через интернет – это очень здорово. Общаться вот в эфире, как мы сейчас это делаем. Да, кстати, тебе сейчас очень многие друзья, поклонники слушают. Ты говоришь, о, Республика Саха, Витебск и так далее, и так далее. Пусть все слушают и смотрят. Давайте пока оставаться на расстоянии, но все же будем вместе. Слава богу, такие возможности у нас есть. Вот вспоминали мы детство, молодость, летние каникулы у бабушки. Хорошо было тогда, когда можно было взять кусок хлеба, смочить его в воде, посыпать сахаром и пойти на улицу, все это жуя и улыбаясь солнцу. Сахар. Нет, Дима придерживается здорового питания, здоровой жизни. Нет, я просто не ем сахар, поэтому, ну, как бы, только в какой-то выпечке, пожалуй. Вот так. А вот что заменяет сейчас тренажерный зал, Дима? Какая-то физзарядка утром, да? Да, у меня, я, конечно, наверное, даже стал больше заниматься спортом, нежели... В Москве, да. Когда не было вот этой всей ситуации. У меня дома есть гантели, брусья, турник, плюс я себе там нарисовал программу и повесил ее прямо на дверцу холодильника. И теперь, перед тем, как открыть холодильник, я смотрю, что я сегодня буду есть и что я буду делать сегодня, какие упражнения. Задача усложняется у Вики. Что готовят. Она тоже участвует в этом. В этом флешмобе домашнем. Кстати говоря, мы уже говорили о том, что творчество, оно не прекращается. Песни, какие-то демки, что-то пишется. И я вот так потихонечку подвожу к тому, что сейчас будет звучать музыкальная композиция. Наверное, пока не премьера. Или премьера, давайте начнем. Да, можно начать с любого. Как скажешь. Ну, может быть, я бы начал даже с премьеры. Так, наверное, правильнее было бы. Потому что хотел бы послушать сейчас песню, которая называется «Граффити». Это песня заглавная в мини-альбоме, который вышел 6 марта. И песня достаточно в несвойственной мне манере. Она такая речитативная чуть. Но песня жизненная о том, какая была у меня в жизни ситуация. Я расстался с девушкой. И рисунок на стене, который я посвятил ей в ее подъезде. Он до сих пор, кстати, существует. Ну да, все мы не без греха. И этот рисунок я нарисовал собаку. Ей уже пририсовали там кое-что. Но она до сих пор на стене. И до сих пор напоминает о том времени, как мы были вместе. И мы были молоды. Хорошее было время. Хорошие песни и сейчас получаются. Давайте поностальгируем немножечко. Проект «Настрой» на первом национальном канале в Белорусской Раде. И сегодня нагадываем у нас в гостях зорный гость Дмитрий Колдун. Еще раз добрый день, Дима. Еще раз добрый день. Добрый день. Прям, может быть, даже не зорный, а с какой-то даже точки зрения узорный. А почему? Ну, потому что занимаюсь спортом на самоизоляции. Никуда не хожу. Кстати, я так понял, что белорусскую мову не забывается. Белорусская мова не забывается. Хотя вот сейчас Ян занимается в школе. И некоторые слова нет-нет, да где-то и подзабыл. Вот. Вспоминал, что такое волошки недавно. Ну, вспомнил. Когда-то один гость обижался, когда мы его назвали Буйный. Какой же я Буйный? Когда ему объяснили, что на русской мове это великий, большой. Это наши гости из России тоже были. Да, это было весело. Кстати говоря, а как вот ты считаешь, как артисты, которые сейчас на самоизоляции, как они могут работать в новых условиях? Если как ни крути, а какой-то кризис, это должен быть шаг вперед. Для кого-то это кризис, для кого-то шаг вперед. Сложно сказать, как в данных условиях работать, потому что, ну, да, какое-то время можно выходить в прямой эфир, не знаю, исполнять песни онлайн. Но, опять же, это не совсем то, что, наверное, приносит большое удовольствие зрителю. Да, ты в какой-то степени погружаешься в то, что происходит сейчас, и что артист это делает в прямом эфире, но это мало чем отличается от простой записи, концерта, который можно найти в интернете, который уже давно прошел, и прошел на сцене где-то с хорошим светом и звуком, с танцами, с шоу. С ощущением зрителя, да. Да, поэтому, ну, сложно сказать. Наверное, мы это увидим, и это выкристаллизуется чуть позже, когда это все как-то оформится, потому что все оказались довольно-таки не готовы к этой ситуации, которая сложилась. Но будем жить. Сейчас, слава богу, лето, солнышко, хорошее настроение, возможно, что-то станет лучше. И хорошая песня. Еще одну музыкальную композицию. А, это премьера тоже песни. А я хотел бы представить еще одну песню из мини-альбома «Граффити». Песня называется «Сердце разбитое». И эта песня, в общем-то, о разбитом сердце, предыстория какая? Ну, есть песни, которые пишутся благодаря каким-то обстоятельствам, а есть, которые появляются внезапно. Вот, например, «Сердце разбитое» было написано так. Я заходил в супермаркет, передо мной были двери такие стеклянные, которые разъезжаются. Вот они разъехались, а на них был изображен какой-то препарат для поддержки сердца. И вот это сердце, прям, ну, реклама, это разъехалось, и вот как бы рассоединилось. Я подумал, вот, сердце разбитое. Но песня о любви, а не о дверях. Сердце разбитое. Да, сердце разбитое. Как будто немножко дамо альбом получился грустновато немножечко, да? Ну, я, в принципе, достаточно лирический такой отчасти внутри герой, поэтому у меня и песни такие получаются грустные. Хотя иногда бывают и веселые, и тоже они, может быть, даже веселее, чем у самых веселых артистов иногда бывают. Но настроение меняется, поэтому, как я уже говорил, меняется и творчество в этом плане. Ну, есть и веселые песни в твоем репертуаре. Вот, например, «Вертолет». Есть, да. Который написан не в свойственной себе, Магерия. А все написано не в свойственной. То, что в свойственной, оно чаще всего такое задумчиво печальное, а то, что не в свойственной, оно бывает иногда и отходишь от этого образа. Но если уж веселиться, то по полной. От души, да? Давайте повеселимся немножечко, да? Мы вот, да, песню эту назвали, а как появилось, сколько уж ты веселился от души? Почему вертолеты? Не знаю. Наверное, я... Изначально мне прислали демо Баграт Вартаняна, который, ну, делал эту песню изначально. У него появилась такая идея вот с этой губной гармошкой. И он прислал мне и говорит, вот, может быть, тебе что-то придет в голову. А там такая губная гармошка, вот, если... Если тебе плохо, то, наверное, от нее может стать еще хуже. Потому что, ну, как будто с утра ты просыпаешься, и ты не понимаешь, что происходит, когда у тебя в голове мысли не собираются в кучу. Наверное, как после того, как ты перебрал. И мне вот какая-то такая пришла ассоциация, и текст родился буквально за 20 минут. Вот, ну, желаю всем, чтобы у вас такого не было. Только от хорошего настроения и от любви. Кстати говоря, я хотел спросить, а вот интересные инструменты в своих песнях ты часто используешь или нет? Вот губная гармошка, может быть, национальные белорусские цимбалы? Цимбалы пока еще не использовал. Не дошел, да? Ну, надо... Надо всему найти применение. В песне настройся на меня, например, звучит ситар. Мы как-то записывали. Есть песни, в которых у нас... Есть песни «Не моя вина». У меня там звучала волынка, причем приходил это не ассамплированно, а приходил человек. Ну, конечно, тоже такой инструмент. Я когда узнал, как его делают, как-то не очень захотелось бы его видеть. Использу. Да. А сам какими инструментами владеешь? Ну, я, в принципе, могу играть на всех струнных. Лучше всего, конечно, на гитаре. Хотя вот недавно у меня дома появилась домра, и я тоже ее осваиваю. Старенькая такая. Почему домра? Не знаю, почему она у меня появилась дома. Ну, домра надо только струны поменять. Кто принес? Павел, наверное. Ну что ж, что и домра мы когда-нибудь услышим в композициях. Наверное, не скоро. Но пока вертолеты, да. Кстати говоря, а вот есть ли твои песни, которые ты слушаешь с огромным удовольствием, которые тебе хочется петь, петь и петь? Вот надоедает же иногда все-таки. Свои, которые я слушаю с огромным удовольствием? Да. Ну, это, наверное... Многие говорят, наоборот, что я не слушаюсь. Те песни, которые я давно не слышал, иногда приятно послушать, почему бы и нет. Потому что каждая песня, которая была написана, она была написана наверное для чего-то. Была написана и в тот момент, когда она записывалась, ну, отражала часть твоей отрезок жизни какой-то связанной. Внутренней какой-то истории. А вот это мы уже слышали, да? А песни с Евровидения вот как? Какие навевают от себя ощущения? Наверное, навевают ощущения, что на Евровидении больше не хочу. Как-то было время, что она тебе поднадоела немножечко. Ну, знаете, была одна история такая, очень интересная. Ну, ни для кого не секрет, что когда артиста приглашают куда-то выступать, его приглашают выступать, ну, скажем, если это какое-то корпоративное выступление, на какой-то отрезок, ну, на полчаса, на 40 минут, на час иногда, на полтора часа, если это сольный концерт, но вот если это какое-то выступление на какой-нибудь премии или еще что-то, то... И вот когда у меня была песня после Евровидения Work Your Magic только одна, ну и еще там кое-какие, которые мне остались с фабрики, то есть концертный директор умудрялся как-то пристраивать меня на мероприятие, где я должен был петь там час, например. и на самом деле эта большая мука была для меня, потому что я пел ее в начале выступления, в середине, потом еще через песню, и в конце концов эта песня мне достаточно приелась, но зато я научился брать последнюю ноту, и теперь для меня нет проблем, как была проблема на самом конкурсе в полуфинале, когда я отдал там петуха. А какая-то нота? Высокая очень. Где-то ми, наверное. Вот как обычно, во всем не очень хорошем можно найти положительную сторону. Плюсы какие-то, да, положительные стороны. И это хорошо. Очень хочется, кстати говоря, пожелать и нашим слушателям, и всем нам, чтобы вот такие хорошие стороны мы находили в любых действиях. Да, наверное. Меня вот спрашивали вчера, вот, вообще есть какая-то аналогия в той ситуации, которая сложилась сейчас и была в моей жизни. Вчера спросили по поводу ситуации в Москве, вот, типа, всех закрыли по домам на карантин, и спросили, вот, Дмитрий, а вот вы могли бы вот так, чтобы вам только разрешали выходить на улицу, выносить мусор и выгуливать собаку, и вот так вот месяц вы могли бы жить? Я говорю, я был на фабрике звезд, там нам даже мусор не позволяли выносить, не то, что собаку выгуливать, а так было 4 месяца, так что не пугайте ежа, что называется. Так строго было, да? Да, конечно. У вас не было возможности хуже, чем в до 2. Так что у меня есть хороший опыт, ничего страшного. В самоизоляции. Ну, во всяком случае, песни, которые мы слушаем на волнах белорусского радио, я думаю, что нам не приелись в твоем исполнении, они интересны, они достаточно злободневны, и их с удовольствием можно слушать. Спасибо. Я думаю, что пока длится вот этот так называемый карантин, я потрачу это время в том числе и на творчество, и, может быть, к концу, когда все это закончится, выпущу какой-нибудь полноценный альбом, потому что заняться реально... на карантине, да? Да. Будет как-то называться, может быть, иметь более позитивный настрой, потому что, как правило, когда настроение плохое, не знаю, у меня так получается, выходят более веселые песни. Когда настроение хорошее, почему-то хочется компенсировать это какой-то лирикой, но в данном случае о лирике не может быть и речи. Какое настроение сейчас? И, может быть, да, мы услышим их на твоем концерте, как правило, это конец Варта, дворец Республики. Да, наверное, услышим, и вот я в этом году, слава богу, успел даже и новые треки исполнить в Минске на концерте. Не все пришли, тогда уже начиналось, кто-то сдал билеты, но те, кто пришли, большое спасибо, увидимся, я надеюсь, в следующем году. Не грустите, всем хорошего настроения. Дима, к сожалению, заканчиваясь на наш эфир, хочу еще раз тебе сказать огромное спасибо за то, что ты поддержала акцию Первого канала Белорусского радио «Творчество во имя будущего». Да, «Творчество во имя будущего» это хорошая акция, спасибо Первому каналу Национального радио, и хочется пожелать всем врачам, всем тем, кто сейчас находится на передовой, чтобы они не опускали руки, потому что все они нам очень сейчас нужны, будьте здоровы, не болейте, ну и хорошего настроения, насколько это возможно. Спасибо, Дима, тебе тоже хорошего настроения. Спасибо. Здоровья тебе и твоим близким. Всем здоровья, и пусть никто не уйдет обишен. Спасибо огромное. А у нас опять как бы уведомый эстрадный спевак Дмитрий Колдун. И это была программа «Настрой». С вами были Яна Ходоская, Андрей Синица, гукорресер Юрий Трошинский. На проконце еще одна песня Дмитрия Колдуна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова